Добрый вечер! В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана в студии Лисан Сабирова и в начале коротко о главных темах выпуска. В Татарстане пересмотрят размер абонентской платы за детский сад, если ребенок не посещал занятия. То ребенок или болеет, или что уезжает куда-то, то все равно плата остается прежней. Изменится ли сумма в квитанциях Анна Городнова? Далевое в плюсе, но почему от него пытаются отказаться? Это направление продолжается. В ближайшие дни будет создан правительство фон, который будет координировать с работой по этим объектам. Об итогах года для строителей Альбина Минебаева. Случайное истечение обстоятельств. Так уж, конечно, свое жилье потерять тоже уж неприятное. Как помочь семье Кирюхиных из поселка Васильева, расскажет Алина Бережная. Выживший! Обезболивающий и снотворный. Чтобы собака оттиспалась, вышла из шокового состояния. Как в Нижнекавске собака, которую усыпили и похоронили. Воскресло узнал Сергей Хайдаров. Размеры абонентской платы за детский сад в Татарстане пересмотрят долгожданные события для родителей. Ведь сейчас они платят абонплату в полном размере, несмотря на то, что отсутствовал ребенок или нет. Писали жалобы и проводили пикеты. По поручению президента республики создана специальная рабочая группа, куда войдут представители общественности, Миноборнауки и сами родители. Как восприняли эту новость казанцы Анна Городнова. Должны ли родители платить за отсутствие ребенка в садике? Этот вопрос активно обсуждается в Татарстане не первый год. Ведь сейчас перерасчет делают только за питание, а это около 500 рублей. В то время как размер абонентской платы чуть выше 2,5 тысяч. У Дианы Якушкиной двое детей за садик. Она отдает почти 7 тысяч рублей. Считает несправедливым платить за дни, например, когда дети болели или были с родителями в отпуске. В зимний период мы редко ходим, часто болеем и, соответственно, платим за просто так. И вот сегодня стало известно, в Татарстане создали рабочую группу. Она и изучит, как пересмотреть размер абонентской платы в сторону уменьшения. В поручении от президента нашей республики рассмотреть вопрос возможного изменения порядка взимания родительской платы. Создали рабочие группы, министерство образования и на муниципальном уровне. Обсуждаем. Конечно, к обсуждению будут привлечены и родительские комитеты. Абонентская плата, она есть. Но каким образом можно освобождать родителей, то есть детей, которые болеют там 10 и более дней, 14 и более дней, 21 и более дней. Вот эти варианты мы обсуждаем. Ну, понятно, эти доходы мы должны тогда покрывать. А покрывать за счет кого? Такие подвижки обрадовали родителей. Более того, вопрос может решиться уже до конца года. Было здорово, в принципе, потому что ребенок или болеет, или что уезжает куда-то, то все равно плата остается прежней. Намного лучше будет и дешевле. В принципе, было бы неплохо, наверное. Хотелось бы, чтобы не брали полностью то, что мы не ходим, места не занимаем. Еще одна новость для родителей. С 1 января выросла оплата за детсад в среднем от 100 до 200 рублей. Связывают это с повышением ростом цены продукты, хостовара и ростом зарплаты обслуживающего персонала. За пребывание в саду 10,5 часов. В Казани родители отдадут теперь на 120 рублей больше. Компенсации по-прежнему сохраняются. Компенсационные выплаты из бюджета выделены на всего 1,5 миллиарда рублей. При общем объеме родительской платы в 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Фактически компенсируется каждый четвертый рубль внесенной родительской платы. Независимо от доходов семьи, все имеют право на возврат 20% от средней платы на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Еще одна компенсация зависит от доходов семьи. Чем он меньше, тем больше возврат. К примеру, семья с доходом меньше 10 тысяч на человека получит основную компенсацию в 314 рублей и дополнительную в 932 рубля. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Создание фонда обманутых дольщиков, курс на прозрачный счет фактор и перспективы развития общественных пространств. Сегодня Министерство строительства республики озвучило итоги и перспективы развития отрасли. Альбина Минибаева о главных проектах. Сдача кризисных домов по долевому строительству по дорожной карте. В этом году 6 долгостроя Казани были сданы. Несколько лет ожиданий тысячи жителей столицы смогли заехать в свои квартиры. Перемены в долевом озвучил министр строительства республики. Поставлена задача перейти от долевого строительства в проектное финансирование. Механизмы на федеральном уровне практически проработаны. Идет процесс создания специализированного ипотечного банка. Реформа готовится по поручению президента Владимира Путина. Риски долевого оказались слишком высоки, а гарантии нулевые. Можно в этих условиях рассмотреть и предложение о создании государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве. Я бы попросил высказаться на этот счет. Вместе с тем, мы не должны создать такого механизма, который бы вечно прикрывал чьи-то огрехи, неэффективную работу, либо еще хуже, жульничество. Фонд в ближайшее время будет создан, прозвучало на коллеге, и он будет курировать все проблемные объекты. В этом направлении продолжается. В ближайшие дни будет создан правительственный фонд, который будет координировать всю работу по этим объектам. Огрехи управляющих компаний тоже должны свести к минимуму. С энергопоставщиками будет расплачиваться единый расчетный центр на основе ТАТ «Энергосбыта». Пилотным городом стал Зеленодойск. В 36 муниципалитетах ЕРЦ уже работает. А с 1 февраля до большего года запланировано начало работы еще 7 офисов. В следующем муниципальном образовании, в следующем постам, это «Занец», «Велога», «Энергосс», «Ознакайшим», «Лоисикам», «Ознакайшим» и «Ознакайшим» и «Ознакайшим». Один из масштабных проектов прошедшего года – переход на индивидуальные котлы в поселке Урусу. И сегодня премьер республики отметил – в этом горячем споре разум все же победил. Модернизация системы обеспечения горячего водоснабжения жителей Газани и перехода на квартиру, на системы отопления квартирных домов в поселке Урусу. Сегодня уже говорили. Я в пользу случаем хочу поблагодарить строителей за своевременное право мнения по сторонам задачи. 68 общественных пространств было обустроено в прошлом году. В Татарстане вот одно из них – набережная Альметьевска. В этом году по плану еще 50. Числа радуют, но вот Минстрой России посоветовал обратить внимание на детали. При такой любви к обустройству парков и скверов, как в Татарстане, заместитель министра строительства России рекомендовал республике ввести определенные правила. Фотографии благоустроительных работ надо пронормировать, установить размеры, а если используются бюджетные средства, формирование в стоимости тоже нужно ввести в установленном порядке. Вопросы ЖКХ все же от не из актуальных уже для 2018-го. В этом году должны внедрить систему стандартов содержания общедомового имущества. Альбин Минибайв, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Докатился до Елабуги и более мощно. После Казани блэкаут накрыл сегодня и город Марины Цветаевой. Под внеплановое отключение электроэнергии попал целый город с населением больше 70 тысяч человек. Без свет остались также объекты особой экономической зоны Алабуга. Причиной стало повреждение воздушной линии между подстанциями Тойма-2 и Елабуга-1. В результате сработала автоматика защиты. Электроснабжение полностью удалось восстановить спустя час. По предварительной информации на подстанции Тойма-2 сработала автоматика защиты. В 11 часов 58 минут энергоснабжение потребителей восстановлено по резервной схеме. Отключение без оповещения. Ситуацию в Елабуге, а до этого и в Казани, сегодня на коллеге прокуратуры оценили как незданный экзамен. Система оповещения населения не работает. Кроме этого прокуроров заботят коррупция, хищение бюджета, последствия банковских крахов и проблемы дольщиков и выход из тюрьмы бандитов 90-х. За кем в этом году глаз да глаз? Лина Зинатулина. Товарищи прокуроры, здравствуйте. Вольно и все же очень сосредоточенно. Получить задачи на этот год и узнать итоги прошлого собрались не только товарищи прокуроры, но и руководители министерств и ведомств. Больше двух с половиной тысяч случаев коррупции, еще на два с половиной миллиарда рублей финансовых нарушений. А потому всем госпрограммам и фондам ревизия, всем руководителям особое предупреждение. Мы не будем мириться, когда одни и те же государственные служащие, в том числе первые лица, нарушают закон ежегодно и неоднократно. Всех предупреждаю. Будем ставить вопрос об освобождении от занимаемых должностей, а если потребуется, и об уголовной ответственности. К кому-то строже, к кому-то мягче. Прокурор республики напомнил, что главное все же справедливость. Предельно ограничить арест лиц, обвиняемых в совершении преступления, небольшой и средней тяжести. Зачем им находиться в местах лишения совода? Арестовать убийц, насильников не надо за мелкие преступления. Особый акцент он сделал на недопустимости охаивания сотрудников правоохранительных органов. Считаю категорически недопустимым огульное охаивание сотрудников правоохранительных органов, формирование презумпции их виновности. Каждое процессуальное решение о возбуждении дела должно быть взвешенным, продуманным, факты проверенными. Безопасность граждан – вот главная задача, особенно если речь идет о детях. Рустам Мениханов не мог не вспомнить недавние трагедии. Перемь, УЛНВД. Конечно, это значит где-то мы что-то недорабатываем. Важно совместно с уполномоченным по правам ребенка осуществлять координацию работы всех задействованных органов власти. Еще один повод для особого внимания – организованная преступность. Именно сейчас иссякают сроки севших по бандитским статьям в 90-е. 11 уже на свободе, еще 9 выйдут в этом году. Лина Зинатульна, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Кто ответит за укушенных подростков? Следственный комитет республики начал проверку по факту нападения стаи бездомных собак сразу на четверых мальчиков. Напомним, с тяжелыми травмами с территории центрального стадиона они оказались в ДРКБ. Следователи должны дать оценку деятельности чиновников, которые отвечают за отлов в Казани бездомных животных. Авария, реанимация и ампутация по такой цепочке обычно развивается последствия ДТП. Но татарстанские врачи сделали практически невозможным. Сохранили руку и ногу. В обоих случаях пациенты и 10-летние девочки. Своим успехом осторожно делятся только сейчас, спустя месяцы после операции. Когда стало понятно, что самое сложное уже позади, Анна Граднова продолжит тему. Держать фломастеры в руках для Олеси уже подвиг. Рисование как метод реабилитации. А еще полгода назад врачи и не знали, удастся ли сохранить руку. Когда мне сказали, что будем лагутировать сначала, ну я вообще уже не знала себе, куда девать. Я думала, что я скажу ребенку. Ну, было такое состояние, шок у меня был. Давай поздоровимся, мы с тобой. Вот, молодец. В августе Олеся попала под колеса грузовика. Переходя дорогу на зеленый многотонный КАМАЗ, проехал по правой руке девочки. От локтевого сустава ничего не осталось. Кости были раздроблены на мелкие кусочки. Повреждены мягкие ткани, сосуды и нервы. Первую операцию делали в Челнах, под контролем врачей ДРКБ. Потом Олесю перевезли в Казань. Провели еще семь операций. Ребенку пересаживались в участки кожи. Операция называется аутодерматопластика. Тем самым мы закрыли кожные дефекты полностью. Практически такой же случай произошел полтора года назад с другой девочкой. Врачи собрали из осколков ногу. Азалия ехала с мамой в машине. Навстречу им вылетел автомобиль. Я в первую очередь начала кричать, чтобы не нашли стопу. Я думала, что стопа отдельная. Когда мы уже кожу собрали немножко, из-под нее пеленки вытащили и заворачивать начали. Поняли, что у нее стопа при себе уже. Просто на коже осталась. Сейчас я хожу на костыля. Не хочется без них ходить. Обе аварии произошли в набережных Челнах. И в обоих случаях стоял вопрос об ампутации. Полученный результат – командная работа, выходящая за пределы одной клиники. Применяли самые современные технологии. Вакуумная санация ран. И проводилось тщательное обследование, то есть 3D-моделирование УЗИ, которое позволило нам определиться, что да, сосуды сохранены, что мы можем дальше бороться и спасти эти конечности. Олесе еще предстоит операция по восстановлению локтевого сустава. А Азалия ждет, когда заживет голеностоп. Семьи не перестают благодарить врачей, которые решились на невозможное. Анна Городнова, Рамзис Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня с полуфиналистами Всероссийского конкурса молодых управленцев встретились руководитель аппарата президента Азгат Сафаров и главный федеральный инспектор по республике Ренат Тимирзянов. Всего на конкурс было подано порядка 4,5 тысяч заявок от Татарстана. До полуфинала дошли 36 человек. В феврале их ждут в финале в Сочи. И у них есть шанс в дальнейшем оказаться в федеральном кадровом резерве. Лидеры России – это большая многоплановая программа подготовки квалифицированных кадров. Большинство из вас еще и вдобавок желает быть, я уже говорил, полезными в республике своей. Сделать свою жизнь, жизнь наших людей более качественной, как мы говорим. Для того, чтобы люди могли получить хорошее образование и медицинское обслуживание. А тем словом, сделать жизнь более качественной, более лучшей. За кого бы вы проголосовали? Фонд «Общественное мнение» провел социологическое исследование, в котором спросил россиян, за кого бы они проголосовали, если бы выборы из президента страны прошли уже в предстоящее воскресенье. По количеству голосов на первом месте оказался Владимир Путин. Он набрал почти 66%. На втором – Павел Грудинин. У него 6,2%. На третьем – Владимир Жириновский. Он набрал ровно 6%. Результаты опроса также показали, что 8% опрошенных не собираются идти на выборы. Опросили 1500 респондентов в 53 субъектов России 13 и 14 января. Татарстан стал лучшим регионом в стране по количеству лауреатов конкурса «100 лучших товаров России». Сегодня их и победители конкурса «Лучшие товары и услуги республики» чествовали в Казанской ратуши. Всего на всероссийском конкурсе было отмечено 56 татарстанских предприятий. Среди них и компания «Таиф» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Я убежден, что потенциал и качество, в котором спорят наши отрасли, будет эффективно использован на благо экономики республики. Страшная трагедия пришла в одну из семей поселка Васильево Зеленодольского района. Пожар полностью уничтожил дом семьи Кирюхиных. Спасатели около четырех часов тушили огонь, но вещи, документы, деньги – все сгорело в прах. Сейчас семья с пятимесячным ребенком живет в бане. Это единственная постройка, которая уцелела от пожара. Как помочь семье, расскажет Алина Бережная. Своё жилье потерять тоже уж неприятное. Со слезами на глазах вспоминает Яна Кирюхина то страшное утро. Вячеслав, отец Яны, проснулся от громкого хлопка на улице. От увиденного пришел в шок. Горел гараж. Туда Вячеслав с вечера впервые загнал машину. Она-то и загорелась от автозапуска. Я пошел в гараж, горит машина. Пока тушил машину, пытался, чтобы на дом не перекинулся огонь. Огненная стихия оказалась сильнее. Остановить пламя в одиночку Вячеслав не смог. Пожарные приехали поздно, перепутали адрес. Огонь тем временем перекинулся на дом. Где кирпичные стены, вот так вот у нас на пиналке большой зал. Большой двухэтажный дом. Его семья Корюхина своими руками строила около трех лет. Сюда они заложили накопленные годами средства. Уютные и просторные, думали на века. Здесь под одной крышей жили Мария и Вячеслав Корюхины. Их дочь Яна вместе с супругом и пятимесячным сыном Никитой. Вот только застраховать постройку не успели. Одела быстро куртку, ночнушку и вот сапоги. Ребенка замотала в одеяло в теплые байковые. Мама тоже выбежала в ночнушки. Что успели, то вот одели. Вся одежда, деньги, документы. Ничего не удалось спасти. Баня – единственное помещение, до которого Огонь не добрался. Сейчас здесь утится все семейство. Мы тут спим. Это семья Ганединовых из села Привольное. Два года назад пожар оставил их без крова. Мир не без добрых людей. Неравнодушные татарстанцы быстро собрали деньги в помощь пострадавшим. Без крыши над головой не осталось и семье Трифоновых из Верхнеуслонского района. Неравнодушные за четыре дня собрали полтора миллиона рублей. Вот так вот, дядь Саш, все бывает. Этой семье некуда податься. Сняли бы квартиру, денег нет. Но татарстан не без добрых людей. Реквизиты банковского счета на экране. Пока же Кирюхины обживают баню. Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Погрузиться в традиции и окунуться в историю. Православные отмечают праздник Крещения Господня. Или, как его еще называют, Богоявление. Когда-то через погружение в воду реки Иордана Иисус Христос принял Крещение. С тех пор верующие всего в мир, вопреки морозам, окунаются в освященную купели. О том, что на душе плюс, когда на улице минус, Альбина Слугараева. В Крещение ударили настоящие крещенские морозы. А потому без теплой одежды шапки и рукавиц было просто не обойтись. Но, несмотря на это, татарстанцы этой ночью совершили паломничество в Раифу. Белые цветы к белым ризам и светлым помыслам божественной литургии именно в этот день звучит по-особенному. С особыми мыслями приехали сегодня и паломники. Самое светлое, настроение великолепное. Крещенские морозы дают о себе знать. Хочется и пробежаться, и окунуться. Это очень светлый праздник. Это праздник мира, добра. Провести службу прибыл митрополит казанский и татарстанский Феофан. Затем под звон колоколов с иконами и крестами от Троицкого собора до Ледового городка. Это неизменная традиция. В храме стояла в основном молодежь. Храм был полон. И, что характерно, люди приходят уже в храм не на шоу красивое, а для того, чтобы в эту святую крещенскую ночь помолиться. Теперь вода священная. Она, как говорят в народе, смоет грехи и очистит душу. Минус на улице, плюс на душе. Отлично. Каждый год с 7 лет. Освятится. Вообще очень узорски. Холодно. Освящаюсь и грехи смываю. Пока одни купаются, другие в очереди. Освященная вода почти так же популярна, как и Ордань. Верю, что вода крещенская. Помогает очищению как внутреннему, как телесному, так и духовному. Во всех храмах Челнов прошли богослужения и традиционные купания. Для одних это долгожданное событие, в жизни к которому они шли давно. Для других визиток к Иордане добрая традиция. Ощущается весь небольшое покалывание. Но это нереальное ощущение. Правда, нужно всем попробовать. Звон колоколов оглашает начало крестного хода и в Нижнекамске. Вода 3 градуса выше нуля. Многих верующих от купания не останавливает ни холод, ни возраст. Я давно хотела попробовать. Но все-таки решались. Вода холодная, что? Хорошенькая. По Буинскому району было организовано 6 купелей. Некоторые специально приехали из Казани, чтобы окунуться именно здесь. Боялась шла, конечно, занерзла. Но когда зашла сестра, это пропали. После купели горячий чай и выпечка татарстанцы, которые не успели сегодня окунуться, успеют это сделать. И Ордане республики не замерзнут еще два дня. Альбина Слагараевыш от Мухаммедов ТНВ. Зеленодольский, Буинский район и набережные Челны, Нижнекамск. Тулупчик зайчи и валенки. Настоящим достоянием рунета сегодня стали кадры с купанием в проруби Владимира Путина. Первыми снимками запестрел русскоязычный твиттер. Позже подоспело и видео, где по правилам ритуала глава государства перекрещивается и погружается в купиль. Оказалось, все произошло в проруби у монастыря в Селегере. В Кремле прокомментировали, что в крещение Владимир Путин окунается уже несколько лет подряд. Кадры живо оценили иностранцы в соцсетях, отметив, что уважают волю и невозмутимость президента в такой момент. Крещанское чудо или воскрещение из мертвых в Нижнекамске произошла курьезная история. Как по роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Собаку сбил автомобиль. Прохожие решили избавить ее от мучений и усыпить в одной из ветклиник. Самое интересное началось после похорон. Что именно, расскажет Сергей Хайдаров. Пес по кличке Зевс. Вся его жизнь не на вершине Олимпа, а на улице. Накануне Нового года вместе с такой же бродячей собакой он переходил дорогу. На пешеходном переходе их сбил автомобиль. Друг погиб, а Зевс повредил лапу. Сердобольные прохожие решили избавить животных от мучений и усыпить в одной из ветклиник города. Будучи уверенными, что собака усыплена, люди отправились на ее похороны в ближайший лесок. Но на счастье животного земля промерзла так, что выкопать могилу глубокой у людей просто не получилось. Каково же было их удивление, когда спустя сутки после похорон Зевса снова увидели на улице. Люди уверены, их обманули. Жильцы дома поехали в поликлинику, в Светлячок, и попросили ее прийти как-то помочь собаке. Она сказала, что у нее нет времени. Ее коллега Светлана тоже отказалась помочь. Сказали, что у них нет времени, праздничный день. А деньги вернули? Деньги не вернули. Однако у самого ветеринара другая версия случившегося. Доктор уверяет, об усыплении собаки не было и речи. Сделала этот обезболивающий и снотворный. Чтобы собака-то спалась, вышла из шокового состояния. Все. Аделина тоже в шоке от этого случая. В ее врачебной практике такое впервые. Никаких претензий на работу раньше не было. Жалоб нет. Я наоборот очень рада. Лучше уходим. Счастливые. Такой казус, по мнению ветеринара, из-за банального недопонимания. Она просто вколола псу снотворное. Люди решили, что его усыпили. И даже успели похоронить. Что касается Зевса, то сейчас он находится на передержке. Специалисты говорят, идет на поправку. В характере этому четвероногому не занимать. Сергей Хайдаров, Эльвира Софиулина, Рафаэль Ракипов, Евгений Лызаев. ТНВ Нижнекамск, Казань. Далее прогноз погоды. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ компания Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа купе. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Природа не изменяет традиции. И в праздничный день в республику пришли настоящие крещенские морозы. Но в предстоящие сутки морозы начнут отступать. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег и до 13 градусов мороза. На северо-востоке Татарстана облачно, временами снег и минус 14 градусов. На севере республики будет малооблачно, преимущественно без осадков и до 16 градусов ниже нуля. На северо-западе ожидается временами снег и до 13 градусов мороза. На юго-западе ожидается местами небольшой снег, температура воздуха там составит до 11 градусов ниже нуля. В центральном районе республики местами пройдет небольшой снег, температура воздуха там составит до 11 градусов мороза. В последующие сутки по-прежнему ожидаются осадки и повышение температур. В Казани пройдет снег, температура воздуха составит минус 11 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова